следующий инструмент рисования кисть кисть очень сильно отличается от карандаша и от пера смотрите пожалуйста я рисую линию карандашом рисую линию с помощью пера и рисую такую же линию толщиной в один пункт кисточкой сразу становится понятно что они отличаются очень сильно карандаш перо имеют толщину в один пункт и выглядит так же а линия нарисованной кистью с такой же толщиной выглядит немножко по-другому дело в том что кисть изначально не простая фигура у кисти есть такое понятие как тело эти дела мы с вами будем изучать и из-за того что кисть из себя представляет сложное тело многие инструменты увы с кистью тоже не работают например я хочу закрашивать замкнутые области с помощью life paint живой заливки и когда я пытаюсь это делать программа предупреждает что сейчас линию созданную кистью программа превратит в обычную простую линию и после этого только закрасит так и происходит то есть с кисточкой поаккуратнее пожалуйста можно делать какие-то наброски карандашные закрашивать с помощью life paint и только в конце уже делать какие-то штрихи кистью ну что ж давайте начнем изучать кисти методички хорошо описываются все тела все 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 виды кисточек они находятся на панели brashis открываем панель brashis window brashis клавишный эквивалент f5 отделяю пусть будет под рукой и первый вид кисточек это каллиграфическая кисть вот первый ряд полностью состоит из каллиграфических кисточек беру кисть без заливки допустим с какой-то обводкой какой-то толщины беру вот этот образец пять пунктов flat и рисую что-нибудь у каллиграфической кисти есть такое свойство на поворотах углах толщина меняется если вам надо редактировать каллиграфическую кисть точнее именно этот образец на панели brashis вы выполняете двойной клик по образцу двойной клик по образцу и пожалуйста через ползунки угол меняете или окружность форма окружности стопроцентная окружность это абсолютно правильный круг размер и здесь и на панели опции где строк можно выбрать размер можно также все это делать прямиком в окне просмотра большинстве случаев мы работаем мышкой но очень рекомендуется художником и иллюстратором в дальнейшем приобрести планшеты и включать планшеты работать с режимом прижер нажатие это третий режим для каждого ползунка вы включаете прижер нажатие и работаете уже стилусом это ручка которая рисует на поверхности планшета именно художником это очень очень рекомендуется после нажатия ok возникает вопрос применить эти изменения к этой именно линии apply применить или не применить а просто сохранить в этой панели лиф строкс сохранить просто в панели я предпочитаю применить и сохранить эти изменения это каллиграфическая кисть которую очень часто мы используем для получения таких линий разной разной толщины вторая кисть объектная кисть объектная или художественная арт-браш художественная или объектная дело в том что арт-браш состоит из элемента я пока не рисую я просто вытаскиваю этот элемент который растягивается на всю длину создаваемой линии нюанс очень важный ключевой момент художественной кисти заключается в том что этот элемент растягивается на всю длину создаваемой линии пожалуйста возьму примерно такой же цвет обводки и нарисую кистью и этим образцом арт-браш длиннющую линию элемент растянулся на всю длину создаваемой линии это и является ключевым моментом кстати вы любую кисть можете применить готовым объектом то есть я нарисую сейчас эллипс выделю эллипс и одним кликом применю эту кисть к эллипсу пожалуйста все работает сейчас интереса ради я задам другие цвета обводки этой не замкнутой кривой я задаю зеленый цвет обводки а эллипсу задаю фиолетовый цвет обводки и мне очень хочется чтобы помимо основных оттенков у меня была возможность использовать цвета обводок редактирование кисти это двойной щелчок по образцу и здесь мы видим следующее colorization метод метод добавления оттенка по умолчанию стоит но он нет никакого метода для добавления оттенка обводки но если мы хотим обводку включить то мы среди методов выбираем tints оттенки какая обводка такая и кисть получается у ваших линий есть еще методы tints and shades немножко тень добавляется и смещение от оттенка но в основном мы используем но он работая с исходными данными и tints добавляя оттенки обводки также вы можете масштабировать эту кисть пропорционально в очень редких ситуациях мы это делаем растягиваем на всю длину то есть концевые эти штрихи также растягиваются и растягиваем только центральную часть выбранную нами стартовую точку вы можете изменить также конечно мы можем создать свою собственную художественную кисть например я рисую простейшие маленькие объекты строго с однородной заливкой обратите внимание пожалуйста строго с однородной заливкой мы работаем кисть не будет создаваться из градиента или узора кисть работает и создается только из однородной заливки выделяю три объекта с однородными заливками и нажимаю на панели браши из new brush новая кисть из кисточек выбираю art brush что мы сейчас изучаем художественную кисть пока оставлю параметры как есть если мне понадобится я сюда зайду двойным щелчком вот моя кисть беру инструмент выбираю этот образец и рисую длиннющую линию три маленьких кружочка растягиваются на всю длину создаваемой линии очень удобно работать с такими кисточками когда вы не знаете какой длины должен быть ваш контур поэтому очень рекомендую работать среди заданий в разделе номер четыре есть кисти и mesh и есть такая вот новогодняя открытка я долго думала иголки делать как у сосны или делать как у ели длинные или короткие поэтому я решила создать просто художественную кисть острые уголочки надо делать потому что это все-таки иголки как бы мне не хотелось делать градиент я не имею права потому что не получится кисть я просто дублирую объект выбирая другой оттенок можно несколько раз дублировать и из этих двух однородных объектов получаю художественную кисть конечно же веточку можно нарисовать любую даже инструментом карандаш вы можете нарисовать ветку любую пожалуйста но вот иголки уже кисточкой рисуете хочется ель делайте покороче иголки кстати размер можно и толщину точнее можно и здесь поменять и там внутри диалогового окна поэтому пожалуйста свобода максимальная хочется как сосну нарисовать длиннющие иголки делайте подлиннее пожалуйста длиннющие иголки можно все это выделять при нажатой alt стублировать и так далее вот такая красота третья кисть она попроще это щетинка щетинка она одна единственная очень рекомендую сдублировать этот образец единственный чтобы скопировать единственный образец на панели брошись мы перетаскиваем этот образец на предпоследнюю кнопочку получается копия образца пусть будет несколько копий у нас будет несколько кисточек щетинок нарисую одну линию этой кисточкой вторую другой кисточкой и вот вторую кисточку я хочу уже редактировать двойной щелчок по образцу я захожу в окно опции выбираю форму как мы в детстве на уроках рисования выбирали разные кисточки выбираю размер толщину плотность а толщину каждого волосика можно уменьшить и увеличить опэзиты непрозрачность уменьшить и увеличить и также смещение от базовой линии небольшое смещение здесь самое главное выбрать подходящую форму и размер окей то есть эта форма уже другая также можно редактировать третью кисть выбирать нужную форму вот такой с углом с наклоном побольше и нарисовать уже третью линию с помощью третьей кисточки пожалуйста каждая кисточка может редактироваться уже отдельно от всех остальных поэтому дублирование одного единственного образца очень рекомендуется а а а